Древние обычаи татарского народа, песни, танцы и обряды. Сабантуй начался с традиционной ярмарки, где можно было не только насладиться национальной выпечкой, но и приобрести оригинальные сувениры. В парке имени Гагарина прошли соревнования по татарской борьбе керэш, а также народные игры и забавы. К примеру, поучаствовать в боях на подушках мог каждый житель города. В деревнях молодежь собирается с гармошкой, с песнями, ходит по улицам, собирает полотенца, подарки, которые на второй... Это проходит до Сабантуя, а эти собранные подарки потом они уже участникам конкурса непосредственно на самом Сабантуе раздают. Праздник окончания весенней полевых работ у татарского и башкирского народов проводится в Самаре уже в 32-й раз. Перед гостями выступили творческие коллективы региона и артисты из Татарстана. Среди приглашенных почетных гостей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Есть замечательная и красивая земля, есть талантливые, ответственные и работящие люди, есть национальные проекты, инициированные президентом страны Владимира Владимировича Путина. А значит наш регион, как и вся наша Великая Родина, Россия, будет создавать новые условия для самореализации людей, для повышения уровня благосостояния и качества жизни. Поздравляю вас с замечательным национальным праздником в Сабантуе. Каждый год с особым удовольствием здесь присутствует, видя как вы бережно сохраняете свои традиции и обычаи. Он яркий, он талантливый. Я вас с этим поздравляю и всем желаю здоровья, счастья, хорошего настроения, хорошей погоды и дальнейших добрых встреч. Лучшие представители национальных организаций были награждены дипломами и памятными подарками. Также глава региона Емуфти наградили детей, победителей областного турнира по шашкам. С праздником всех, друзья! Поднять флаг Сабантуе! Забег с ведрами на коромыслах, перетягивание канат и разбивание горшков завязанными глазами. С последним успешно справляется глава региона и заслуживает от группы поддержки щедрые аплодисменты. Национальные блюда и работы народных мастеров, а также отдельные тематические площадки, на которых были представлены достижения татарского народа, проживающего на территории нашего региона. В этом году традиционный Сабантуй приурочили к 170-летию губернии и десятилетию региональной творческой организации «Дуслык», что в переводе на русский означает «дружба». В настоящее время в Самарской области проживает более 127 тысяч татар. Для них открыто 18 национально-культурных объединений, а в 13 школах губернии преподают татарский язык и литературу. Ольга Павлова, Константин Головин. События.